Замещающие семьи. Эти люди становятся мамами и папами для детей, в воспитании которых не принимают участие биологические родители. В нашем муниципалитете таких семей более 300. Активную поддержку им оказывает мэрия курорта. Сегодня в городском театре прошло очередное собрание. Собрания мы проводим ежеквартально, просто они бывают в разных формах. Вот сегодня мы придумали форму работы в группах. Это очень интересная форма. Родители могут задавать вопросы специалисту по тем моментам, которые их интересуют. Основная цель подобных мероприятий – это обучить замещающих родителей каким-то основным требованиям и основным правилам, которые они должны знать в рамках исполнения своих полномочий. Формат собрания – круглый стол. Организаторы осветили на мероприятия 9 различных тем, по каждой из которых работал специалист. Вопросы касались воспитания и образования детей, мер социальной поддержки, а также профилактики семейных ЧП. После получасового обсуждения участники собрания менялись местами, чтобы прослушать информацию по каждой из тем. Мне позвонила наш специалист, с которым мы часто контактируем. Она интересуется, как у нас дела. Она сказала, что проходит такое мероприятие, и я с удовольствием пришла. Мы не совсем юридически подкованы, а когда воспитываешь детей, у меня и я двоих детей опекаемых воспитываю. И на каждом шагу возникают такие проблемы, которые без специалиста решить очень сложно. Поэтому очень-очень помощь большая. В то же время в зале проходили выборы членов Общественного совета приемных семей Кубани от Анапы. В компании принимают участие 6 кандидатов. Никита Васюхина, Леся Сергеевич, Анапа. Регион.